Сейчас я увеличу темп речи для того, чтобы вы смогли сами оценить, насколько он влияет на ваше восприятие. Второй вопрос. Выделение главного в процессе создания видео лекций. Умение выделить главное и второстепенное важно в любой работе. Очень часто от коллег приходится слышать следующее высказывание о трудностях создания видео лекций. Наиболее часто говорят о нарушении защиты авторских прав, интеллектуальной собственности при создании любых учебных материалов и их публикаций. На самом деле интеллектуальная собственность закрепляется за автором автоматически, если на экране виден сам автор. Права на такие учебные материалы, как мы понимаем, принадлежат учебному заведению как работодателю. Это прописывается в трудовом договоре. Теоретически можно автору продавать свои учебные материалы, но нужно особо говорить процесс использования учебных материалов. Просмотр учебного видео на сайте Центра дистанционного обучения организуется только для студентов определенной учебной группы, с исключением возможности его скачивания или несанкционированного просмотра. То есть это вопрос не главный и проблемой не является. Следующая мнимая трудность – это трудоемкость создания учебного видео. С одной стороны, создание видео лекции и чтение обычной лекции сильно отличаются. Однако норматив нагрузки к учебной по созданию видео лекции учитывает это примерно как один к десяти. С другой стороны, часто высказывается мнение о необходимости иметь специальную аппаратуру, программные средства и специалистов видеомонтажа. В действительности это не так сложно и обучить среднего пользователя видеомонтажу можно в течение 20 минут. Этим могут заниматься обычные сотрудники Центра дистанционного обучения. Также часто поднимается вопрос о телегеничности лектора. Однако практика ведения любой лекции говорит о том, что на самом деле главным для лектора является не столько, как он выглядит, а то, насколько он, во-первых, владеет материалом, и во-вторых, умеет его изложить. Вот эти два условия являются действительно необходимыми и в то же время главными препятствиями для создания качественного учебного фильма.